Безопасный отдых. Игорь Кошин провел совещание в связи с трагедией в Карелии. Расскажи о своих доходах. В Нинецком округе подводят итоги декларационной кампании 2015 года. Сезонное обновление. В Наринмаре начался ремонт дорог. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Трагедия в Карелии стала одной из главных тем совещания Дмитрия Медведева с вице-премьерами. Глава Кабмина назвал произошедшее на Сямозере результатом преступной халатности. Потребовал провести специальное расследование, а также усилить контроль за сферой летнего отдыха детей. Это событие требует специального расследования, отметил Дмитрий Медведев. Еще совсем недавно проводили совещание по готовности регионов к проведению летней оздоровительной кампании. В этом совещании принимали участие и руководители Карелии, другие, естественно, руководители. Я специально обращал внимание на ситуацию вокруг водного отдыха, потому что он наиболее опасный. К сожалению, тем не менее, никаких выводов сделано не было. Дмитрий Медведев дал дополнительное поручение о том, чтобы по линии Минобразования и по линии Минтруда провели все профилактические мероприятия, контрольные мероприятия по детским дошкольным учреждениям. В свою очередь, Совет Федерации намерен подготовить предложение по безопасности детей на отдыхе. Об этом заявила спикер Верхней палаты Российского парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, трагедия в детском лагере отдыха в Карелии показывает, что безопасность детей в России не обеспечена надежно и требует принятия системных мер. В основе трагедии на Сямозере, по мнению Валентины Матвиенко, лежит пресловутый человеческий фактор. «Главная причина – это вопиющая халатность, непрофессионализм, бездействие тех, кто отвечает за организацию и проведение отдыха детей, в том числе за то, чтобы он был безопасным», – сказала Валентина Матвиенко. Максимальный контроль, ответственность и обратная связь. Глава региона Игорь Кошин провел совещание в связи с трагическим случаем в Карелии, где в детском лагере погибли 14 детей. Ведомством, организующим летний отдых для детей за пределами округа, поручено обеспечить постоянную связь с детьми, отдыхающими в летних лагерях и их сопровождающими. Иметь полные данные о количестве детей, сопровождающих и местах отдыха – такую задачу поставил губернатор Ненецкого округа, руководителю Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Нинель Семяшкиной. Ведомство занимается закупкой путёвок и отправкой детей на летний отдых за пределами округа. Должна быть обратная связь обязательно с детьми, должна быть обратная связь с теми сопровождающими, которые там у нас есть. Значит, уполномоченная Римма Васильевна Римма Фёдоровна вернётся, я с ней отдельно ещё на эту тему поговорю. У вас должна быть точная карта, где, сколько детей, в каком лагере, в каком санатории у нас занимаются. Нинель Семяшкина доложила губернатору, что сегодня за пределами округа отдыхают дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В санатории имени Крупской в Железноводске проживают 119 детей и 5 сопровождающих. С ними ежедневно поддерживается связь, принимаются жалобы и замечания. На сегодняшний день они касаются только поведения некоторых воспитанников. На условия проживания замечаний нет, их лично проверила директор отделения социальной защиты. Ольга Егорова посетила санаторий и рассказала о своих впечатлениях. Это двух-, трёхместные и пятиместные размещения детей. Санитарная комната в очень хорошем состоянии, отдельно для мальчиков, отдельно для девочек. Была проверена столовая, очень чистая, с высокими потолками. Разработано диетическое пятиразовое меню, куда ежедневно включены фрукты, овощи, помидоры, огурцы, свекла, капусты. Также за пределами округа отдыхают дети из Ненецкой школы имени Пырерки. Первая группа из 29 детей уже проводит каникулы в Ярославской области в санатории «Искра». Воспитанникам детского дома организован отдых в Ивановской области. Кроме этого, за пределами региона в спортивных лагерях отдыхают спортсмены. Игорь Кошин добавил, наблюдению подлежат и лагеря, открытые на территории Ненецкого округа. К работе необходимо привлекать медработников и уполномоченного по правам ребенка Риму Галушину. Валентина Чебичик, Антон Водряков, Телеканал «Север». 436 госслужащих Ненецкого округа предоставили сведения о своих доходах в 2016 году. После проверки и анализа информация размещена в открытом доступе на сайте администрации Ненецкого округа. Такие данные были озвучены на заседании комиссии по противодействию коррупции в Ненецком округе. Также информацию о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера предоставили сотрудники счетной палаты, избирательной комиссии, городского и районного муниципалитетов, окружные депутаты. Представлены всеми лицами, в том числе лицами, замещающими государственные должности собрания депутатов Ненецкого округа за 8 человек, депутатами собрания депутатов Ненецкого округа, работающими не на профессиональной постоянной основе 11 человек, государственными гражданскими служащими собрания Ненецкого округа 16 человек. По итогам декларационной кампании 2015 года, проверка ее была завершена в текущем году, выявлены нарушения в виде несоблюдения сроков предоставления сведений и их неполнота. За данные нарушения применены дисциплинарные взыскания в виде выговора и замечания в отношении семи чиновников. Прокурор Ненецкого округа Николай Егоров напомнил, «Непредоставление справок о доходах является основанием для освобождения от занимаемой должности». С момента открытия навигации на Ренмарский морской торговый порт переработал 7 тысяч тонн груза. В порту было разгружено 9 морских и речных судов. Большую часть груза составил щебень, пиломатериалы, кирпич, железобетонные плиты и другие строительные материалы. План на 2016 год – переработка 150 тысяч тонн груза. После запланированной реконструкции на Ренмарского порта грузооборот должен вырасти до 350 тысяч тонн. Недавно состоялись конкурсные процедуры по разработке проектной документации реконструкции. Победителем признан «Балмортпроект». Подготовка проектной документации займет чуть более года. По оценке руководства, предполагаемый грузооборот в результате реконструкции составит 175 тысяч тонн навалочных грузов. 140 тысяч тонн генеральных и 35 тысяч контейнерных. Кроме того, проводится работа по увеличению прибыли предприятия. Так, порт предоставляет на условиях аренды свое оборудование другим организациям. В настоящий момент в акватории порта Варандей задействован плавкран СПК-11 типа ГАНС грузоподъемностью 16 тонн. В эту навигацию планируют создать в аренду еще один плавкран. В Ненецком округе началась активная фаза ремонта дорог. По данным руководителя Наринмар-Дориемстроя Владимира Низьева, для содержания, ремонта и строительства автомобильных дорог, окружное предприятие подготовило к летнему периоду порядка 40 единиц техники. Кроме того, будут привлекаться силы подрядных организаций Наринмара. До наступления холодов дорожники планируют провести ремонт на автодорогах Наринмар-Красная, Наринмар-Лаевош, Наринмар-Искателей, а также по улицам Ваучейского и Ленина. В этом сезоне достроят дороги в новом микрорайоне по улице Авиаторов и на участках Полярная Рыбников и Рыбников Центральной очистительной системы. Также завершат строительство уличнодорожной сети микрорайона Факел и автомобильной дороги по улице Российская. Ведущий в поселок Старый аэропорт. В настоящее время на участке Наринмар-Тельвиска завершаются работы по устройству песчаногравийного основания дороги до съезда к тепличному комбинату «Солнышко». Ведется подготовка к асфальтированию. В ночное время на автодороге по улице Ленина выполняется фрезерование. Далее положат новый слой асфальта. В микрорайоне Факел отремонтируют тротуар и в городе запланированы ямочные ремонты автодорог. Кроме того, на территории округа продолжается строительство 15-километрового участка автодороги Наринмар-Усинск. 5% на мясопродукты и до 20% на ряд других товаров. Такую скидку смогут получить пенсионеры округа старше 65 лет в рамках пилотного проекта «Социальный магазин». Конкретизировать механизмы реализации данного проекта и разработать методы для его скорейшей реализации совместно решили руководство предприятия «Мясопродукты», Департамента природных ресурсов и ПК Нинецкого округа с представителями регионального союза пенсионеров. По мнению руководства предприятия, в перечне льготных товаров должны входить вареная колбаса, фарш и котлеты со скидкой 5%, а также крупа, мука, масло и ряд других товаров со скидкой 20%. Этот набор продуктов пенсионеры смогут приобретать дважды в месяц и в ближайшем удобном для них магазине. Скидки будут действовать во всех магазинах. Единственное, те, кому будут выдаваться эти скидки, они будут привязаны к конкретным магазинам. То есть заранее они будут определять, в какое они обычно ходят, и там будут получать скидку. Покупать продукты в рамках социального проекта пенсионеры смогут по специальной именной социальной карте. В ходе обсуждения представители союза пенсионеров предложили расширить перечень мясных продуктов и сделать процесс получения этой карты максимально комфортным для пенсионеров. Я соберу буквально на этой неделе, в конце недели, руководители клубов общения. Мы с Вячеславом Кузьмичем обговорим у нас, чтобы не пересекались лесозавод, рыбы, комбинаты, чисто ваши. А есть у нас, вот у меня большинство клубов, которые по сбору со всех. Они, конечно, всех, может быть, и не вместе, но мы раздаем им, собираем заявление, стараемся сделать ксерокопии и список, список обязательно. Для получения льготной карты необходимо будет предоставить заполненные заявления и ксерокопию паспорта. Прием заявлений начнется в ближайшее время после окончательного утверждения перечня льготных товаров и места приема документов. В Наринмаре отметили Международный день йоги. Массовый сеанс духовной практики прошел на стадионе лидера. Снять стресс и восстановить внутренний баланс помогал опытный мастер. Прощание со школой. 230 выпускников отпраздновали выпускной бал. Легкого плавания и удачи на жизненном пути. Выпускников окружных школ поздравили с окончанием школы. Для праздничного бала на главной площади города 11-классники подготовили танцевальные папури, а их ждали заслуженные награды и концертная программа. Танец выпускников как картина из школьной жизни. Ритмично-задорное движение сменяется спокойным и размеренным. После парного исполнения следуют сольные. Именно такими были 11 лет. Длинный этап из мира детства до взрослой жизни. Куда-то внучка уедет, кому бабушка пироги будет печь. Ну и то, что выросло. Казалось, что всё маленькое-маленькое, а теперь уже взрослая. Эти 11 лет стали временем больших достижений. Кто-то стремился к спортивным достижениям, кто-то успел освоить игру на фортепиано, а Мария Маркова пожала руку самой королеве Швеции. Ученица школы посёлка Красное на протяжении трёх лет занималась исследовательской деятельностью в области биологии. Со своей работой выступала на всероссийских и международных конференциях. Итогом большой работы стала поездка в Стокгольм и желание укрепить свои позиции в мире науки. Я планирую поступать в медицинский университет. То есть это было моё увлечение. Я позанималась, попробовала себя в этой деятельности. Но те навыки научной и исследовательской деятельности, они мне понадобятся. Я планирую далее заниматься в медицинском университете тоже научной и исследовательской деятельностью. За особые успехи в учении Мария Маркова получила медаль. В этом году награды вручили 10 выпускникам города, посёлков Искателей, Красное и Шойно. Педагогическим коллективам школ, где обучались медалисты, и родителям учеников вручили благодарственные письма губернатора. Желаю всем хорошего, светлого плавания. Будут бури, но вы всё преодолеете. Ведь именно вы – выпускники Ненецкого автономного округа. Вы – те, кто живёт в Арктике, те, кто закалён. И поэтому нам с вами не страшны никакие бури, никакие шторма. Удачи всем! По словам выпускников, получать профессию они планируют за пределами Нарьенмара. Полина Варницына, к примеру, едет в Киров, где обучают на эколога. Среди моих учащихся, моих одноклассников, уже как будущих абитуриентов, все планируют, то есть никто не хочет, ну, никто не остаётся в Нарьенмаре, все уезжают, кто куда – Санкт-Петербург, Москва, Киров, Ухта. То есть каждый хочет пробиться где-то и желает этого, и очень рада из-за своих одноклассников. Сколько из них возвратится через 4-5 лет в Ненецкий округ, пока неизвестно. Можно лишь сказать, что в этом году аттестаты о среднем общем образовании получили 230 выпускников. Валентина Чебичик, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Выпускникам Ненецкого округа Северный государственный медицинский университет предоставляет целевые места. В этом году выделено 8 целевых мест по специальностям лечебное дело, педиатрия и стоматология. Претенденты должны заключить трёхсторонний договор Департамент здравоохранения, медицинская организация «Выпускник» и направить в ВУЗ оригинал аттестата об окончании среднего образования. Далее после сдачи ЭГЭ состоится конкурс. Победит выпускник, набравший наибольшее количество баллов за сдачу ЭГЭ по профильным предметам математика, русский язык, биология. На сегодняшний день 12 окружных выпускников из населённых пунктов региона заключили договоры о целевой подготовке по программам высшего профессионального образования в СГМУ. После ВУЗа целевики должны будут вернуться в Ненецкий округ и отработать в учреждениях здравоохранения не меньше трёх лет. Срок подготовки по направлениям клинических специальностей, лечебное дело и педиатрия составит по 6 лет. На стоматологов ребята будут учиться 5 лет. Активный отдых в духе единства. В Оксино прошёл ежегодный межмуниципальный праздник под одним небом. Дружбу соседних поселений укрепляли спортивные игры и занимательная викторина. Сельская молодёжь из Оксино, телевизки Великовисочного, Каменки, Красного и Искателей восьмой раз встретилась под одним небом. Праздник под таким названием прошёл в селе Оксино. По традиции ребята померились силами в спортивных играх и в интеллектуальной борьбе. Атмосфера праздника и спорта царила, кажется, повсюду. Столица Пустозерского сельсовета встретила гостей пирогами и отличной погодой. Зародившийся ещё во времена становления Заполярного района, в этом году праздник поражает своим масштабом. География расширяется ежегодно. Очень много у нас спортивных команд, особенно поселений. Искатели, Красное, постоянные у нас участники Тельвиска, Великовисочная. Такая небольшая деревня Каменка и то представляет свою команду. Ну и, естественно, хозяева Оксино. И, конечно же, Малоземельский сельсовет, Нальминнос, всегда к нам едут. На лодках, на судах, всяко-разно, но едут. Капитан команды посёлка Красный Николай Хатанзийский излучала уверенность в себе и в своей команде ещё до начала соревнований. К ним они готовились основательно. Три тренировки каждую неделю и так три месяца. Эти соревнования для них своего рода разминка. В ближайшее время ребятам предстоит выступать на Кубок Героя по мини-футболу и волейболу в Нарьинмаре. Командная игра. Все друг друга понимают. Все сыграны. Все сильные команды. Ребята молодцы, хорошо играют. Посмотреть на жаркие состязания молодых и активных собралось практически всё село. Каждый от мала до велика старался поддержать участников и не погидал соревнования до самого конца. За все команды болеем. Как вам игра? Очень хорошо. Главное дело, не убили нас. Мастер спорта по лыжным гонкам. Второй разряд по шахматам и биатлонам. С неподдельным интересом и большим опытом за играми наблюдает Иван Васильевич Выучейский. В свои 75 он и сейчас даст фору любому. Всё свободное время я порой уделяю, чтобы прогуляться. Я шутку-то говорю прогуляться. Я и порой тут часто бегаю. Я бывал в своё время ещё. Ну, недавно прошло 7 лет, наверное, на городе прогуливался. На лыжах? Да, на лыжах. Для меня это прогулка будет здоров. Первый раз под открытым небом и в первый раз в Оксино. Только положительные эмоции у новичков в этих соревнованиях команды посёлка Искателей. И хоть некоторые из участников познакомились незадолго до соревнований, главное, говорят они, не победа, а участие. Вчера первый раз за последние годы три, наверное, вышел поиграть в футбол и понял, что немножко мы дохленькие против ребят, которые на профессиональном уровне выступают на соревнованиях межмуниципальных. Мы немножко слабоваты, поэтому, думаю, есть над чем поработать. Думаю, на будущий год уже можно будет заявить более сильную команду и претендовать на какие-то призовые места. Где был открыт первый кинотеатр в мире? Из какого фильма фраза «Красота спасёт мир»? Решающей стала ставшая традиционной интеллектуальной игра «Что, где, когда». В этом году она была приурочена Году кино в России и Году народного единства в Ненинском округе. По результатам спортивных соревнований лидировали красновцы. Своё преимущество, что особенно приятно для самих ребят, подтвердили интеллектуально. Интеллектуально я была на последнем месте, а вот вытаскивали только футбол и волейбол. А вот сейчас мы… Просто меня не брали сегодня. Повезло. Праздник под открытым небом имеет символичное название. Ведь наградой его участникам станут не только дипломы и памятные призы, но и заряд хорошего настроения и новые знакомства, которые могут стать залогом крепкой дружбы между жителями соседних поселений. Елена Семёнычева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». А в Наринмаре отметили Международный день йоги. Этот день был учреждён Генеральной ассамблеей ООН в 2014 году. Эта резолюция была принята консенсусом по инициативе Индии и при активной поддержке Российской Федерации. С 2015 года Международный день йоги проводится во многих странах и городах мира. Год назад к нему присоединился и Ненинский округ. Приобщиться к искусству йоги в окружной столице решили 60 участников. Индийская культура на Ненинской земле. Гармония тела и духа, для чего и существует йога, объединила любителей этого таинственного направления в фитнесе. Ведь конечная цель йоги – достижение поддержания гармонии трёх начал человека – физического, психологического и духовного. Всё происходит как положено – единение с собой и своими мыслями на свежем воздухе. Йога – такое направление, оно существует уже очень давно. Глубокое, проникновенное, чувствительное. Йога – это вообще не направление фитнеса. Вообще это стиль жизни. Многие живут этим, многие практикуют, кто сегодня присутствует уже очень давно, и далеко не второй, не третий, не четвертый год. Обрести гармонию, не потерять её в напряжённом ритме жизни участникам фестиваля помогает опытный тренер Эльвина Камильдинова. Практикуют йогу уже более 10 лет. И точно знают, какой уровень из занятий предложить как опытным спортсменам, так и новичкам. На фестиваль йоги пришли даже дети. Собираем на Москве, всплывая. В таком положении. В таком положении. Придём в ладьёном воде. Для тех, кто не смог оставить своего ребёнка дома, на стадионе была организована детская площадка, где волонтёры проводили спортивные игры с детьми. Дмитрий Марков, Вадим Стасюк, Телеканал Север.